Доброго всем утра! Это интересная объявленница. Мы все еще в Перми. И я иду завтракать. И, честно говоря, по поводу вчерашнего, я могу сказать следующее, что... Если вы видели, как меня колбасит во время выпадов, вы должны понимать, что я делал все неправильно. Не надо за мной повторять. Когда вы тренируетесь, если вдруг вы решили тренироваться, при том, что вы устали, не можете сосредоточиться, то вы должны все свои силы бороться именно на тренировку. Вы должны сосредоточиться на том, что вы делаете. В противном случае травм не избежать. Если вы тренируетесь, потому что вроде как нужно тренироваться, и ваши мысли витают где-то далеко, когда вы не сосредоточены на упражнении, то это прямой поиск травмам. Конечно, у меня вчера ничего не было, но потому как меня шатало, все могло быть. В общем, не надо так делать. Вот такие вот мысли. Сейчас я пойду в столовую и позавтракаю. Дворец молодежи. Собственно, вот ради чего я сюда приехал, на мероприятие по социальному. Ой, спасибо предпринимательству. Главное, чтобы сказать. Поэтому, по сути, впервые социальное предпринимательство в России появилось в 2004 году в Новосибирске. по коллегам, чтобы нам можно было бы развернуться в какую-то дискуссию. Потому что времени у нас достаточно. А я зафиксирую эти листочки, да, какие вопросы, ответы на какие вопросы вы бы хотели получить. Да. Откуда берется идея для создания проекта? То есть где взять идею? Да. И как начать ее создать? Где взять идею? Первые шаги, да? Вкратце, что такое моркаут? Что мы изобрели? И чуть позже я скажу, зачем я поставил камеру. Да, просто как мы выстраиваемся на сцену. А потом... Там видно? А теперь можно снимать. А кто фоткает на бойся? Да, пожалуйста. А почему она не фоткает? Если есть, она не видит снимать. Спасибо. А давай, дай телефон на фоткай. Да, телефон на фоткай. У меня не очень хорошо. У меня не очень хорошо. Что такое? Да. Итак, перерывы между выступлениями. Я решил еще раз сгонять на площадку в экстрим парк. Зарядки у нас немного, но тем не менее, хочу показать вам эту площадку. Кстати, что приятно, что они сейчас на встрече в Москве. Убираю снег, видите? Снежка-то нет. Ну, на площадке, конечно, не так убирают, но все равно. Вот она эта площадочка. Немаленькая, скажу сразу. Немаленькая. Итак, что у нас есть? Двойные брусья. Комплекс со скамейками. Стандартный рукоход двухуровневый. Байда, на которую вечно тратят деньги, но она бесполезна. Двойные гнутые брусья. Приятно, приятно. Комплекс стандартный, опять же, со змейкой. Скамеечка. Еще скамеечка. Ночью, казалось, площадка побольше, ладно. Конструкция Ганнибала, назовем ее так. Здесь нет даже длинных турников, что обидно. Я, кстати, ожидал, что здесь, как и в Ростове, потому что эта площадка появилась после. Будет длинный турник для джим-бара и фристайл-бара, но его здесь нет. Вот такая конструкция и, естественно, упоры для отжиманий, для австралийских потягиваний. В целом, площадка приятная, заниматься можно. Турники и рукоходы. Рукоходы установлены на не очень высокой высоте. То есть это не снег так высоко лежит, да, они реально не высоко установлены. И это приятно. Брусьев, как обычно, гнутых очень мало. Вот. Близость дороги тоже отрицательный момент. В целом, вот такая площадка. Сегодня у меня день отдыха. И сегодня первый день, когда мы делаем подходы. Смысл подходов в том, чтобы грузить больше мышц. То есть если вы делаете круги, когда у вас больше работает сердечко, дыхалка, ОФПшечка поднимается. В системе подходов смысл именно в проработке мышц. То есть вы долбите одну и ту же мышечную группу в шесть подходов, отдыхаете минуту, делаете на другую мышечную группу. Таким образом, вам не нужно, чтобы все турники там, пол, приседания были в одном месте. Да, у вас есть время дойти куда-то. И это тоже удобно. Вот. Сегодня у меня день отдыха. Еще раз скажу. Поэтому я себе ничего не делаю, кроме того, что выступаю экспертом на форуме в Перми. Вот. А завтра, увидите, перед тренировкой патриотов я сделаю подходы. При этом важно учесть, что здесь очень холодно и горло мерзнет. Что время тренировки увеличивается минимум в два раза. Минимум в два раза. Вот. Это тоже кому-то, может быть, не подходить может. Поэтому смотрите, опять же, переходить на подходы мы рекомендуем. Мы рекомендуем переходить на подходы. А дальше смотрите. Если вам больше по душе круги, если вы считаете, что вашего уровня еще мало для подходов, делайте круги. Но если есть возможность перейти на подходы, переходите. Это просто другой способ тренироваться для других целей. Мы хотим, чтобы вы не зацикливались только на кругах. Мы хотим, чтобы в ваших тренировках было разнообразие. Ну а со второй недели продвинутого блока мы еще начнем использовать разные продвинутые техники, чтобы еще больше усложнить упражнения и дать еще больше стресса для мышц. Вот. Как-то так. На этом, наверное, видео в Перми заканчиваю. Было очень круто. Спасибо, что смотрите. Увидимся на тренировках на площадках в вашем городе. Пока.